Здравствуйте! Россияне стали экономить на еде и развлечениях. Как пишет коммерсант со ссылкой на данные агентства «Инициатив», к декабрю 2018 года уровень обеспокоенности по поводу экономической ситуации в стране вырос до 30%, хотя ранее он снижался несколько месяцев подряд. Одновременно начал расти процент потребителей, которые стали тратить меньше денег на повседневные расходы. Например, это выбор более дешевых марок продуктов, отказ от обедов в ресторанах, снижение трат на досуг. Среди повседневных трат повышение уровня экономии отмечено в семи категориях. Кондитерские изделия, автомобильное топливо, лекарства, парфюмерия, безалкогольные напитки, интернет, досуг. На товарах длительного пользования россияне пока экономят меньше. Зафиксирован рост уровня только в сегменте бытовой электроники. Как считают опрошенные изданием эксперты, уровень экономии связан с падением реальных доходов россиян. Этот эффект усиливает обеспокоенность потребителей. Ритейлеры, работающие в продуктовом сегменте, отметили, что россияне стали более чувствительны к ценам и внимательнее следят за скидками. В России предложили внедрить новый ГОСТ на детское питание. Роскачество разработало стандарт для сухих молочных смесей. Теперь по составу продукт должен быть приближен к грудному молоку. Поводом для разработки стандарта стали результаты исследования, которые прошли в 2018 году. Тогда выяснилось, что в большинстве случаев маркировка товара не соответствует составу продукта. Главным образом это происходит потому, что производитель изготавливает продукт, смешивая все компоненты в сухом виде. Из-за этого не получается достичь однородности состава. Новый ГОСТ устанавливает детальные требования к объему жирных кислот, массовой доли влаги, индексу растворимости сухого остатка и других параметров смеси. Принципы контроля продукции также будут стандартизированы, уточняют известия. Минобороны отказалось передавать операторам связи частоты 5G. Об этом сообщили ведомости. Дело в том, что для развития стандарта пятого поколения требуется определенный диапазон частот. Сейчас он занят средствами спутниковой связи, Минобороны и других силовых ведомств. Представители операторов сотовой связи заявили, что затягивание передачи нужных частот в коммерческое использование приведет к тому, что Россия начнет технологически отставать. Это помешает внедрению цифровой экономики, поскольку многие ее направления, например, беспилотный транспорт и интернет вещей, завязаны на стандарте связи 5G. По степени пропускной способности этот стандарт значительно опережает 4G. Копить деньги на покупку двухкомнатной квартиры в Перми придется 7 лет. К такому выводу пришли аналитики портала недвижимости домофон.ру. Специалисты подсчитали, сколько времени потребуется копить денежные средства, чтобы приобрести двухкомнатную квартиру в крупных городах. При условии, что в семье два работающих человека и ежемесячно один откладывает зарплату. В Перми покупка двушки займет 7 лет. Аналитики исходили из того, что средняя заработная плата пермяков 34,5 тысячи рублей, а средняя стоимость двухкомнатного жилья 2 миллиона 900 тысяч рублей. Меньше всего копить придется тем, кто хочет купить квартиру в Магнитогорске, Нижнем Тагиле и Мурманске. Это займет 4 года. Самой долговременной станет покупка двушки в Сочи. Копить придется 17 лет. Курс доллара, установленный Центробанком на 30 марта, составляет 64 рубля 73 копейки. Курс евро – 72 рубля 72 копейки. Спонсор рубрики – компания «Автопрестиж» представляет обновленный Mitsubishi Outlander от 1 миллиона 429 тысяч рублей. Автопрестиж – официальный дилер Mitsubishi. Маршала Жукова, 51. Запись на тест-драйв по телефону 256 32 66. На этом у меня все. Удачи в делах.